Ну что, началась у нас запись. Привет, привет, вселенная! Сегодня у нас, что там, 8 июля, да, смотрим в правый верхний угол 0.0.38 по калифорнийскому времени. Те, кто смотрит меня, у вас сейчас разное может быть время. Например, где тут моё приложение с часами? Вот это? Нет. Вот это. Вот. У вас сейчас, например, вот в Минске сейчас 10.39 уже, 8 июля, а в Чикаго 2.39. Вот Тихуан даже есть. Там, кстати, в такое же время, как в Лос-Анджелесе, я помню, вспоминал об этом, думал об этом при переезде. Ну что, а у нас сегодня вот такой вот интересный формат. А почему? Всё почему? Всё потому, что сегодня мы будем смотреть трейлер на третий сезон мультсериала «Харли Куин». Я для этого сезона специально подготовил вот такую вот футболочку. Буду смотреть в ней. Она немножко мятая, но, видите, качество моей камеры, вроде, казалось бы, последний макбук, а камера вот такая вот вся в точечках, да? Ну, ладно, что есть, то есть. Вот такая вот мальчика, Кристиан Диор, Парис, бляха-муха. Я подумал, что я купил эту майку в Турции, и это стопроцентная реплика. Конечно же, никакой это, ну, точнее, Кристиан Диор делал действительно такой принт, но я прогуглил. Всё это, давайте посмотрим. И мы увидим, что такой принт есть только на худи. Вот. Маек с таким принтом нет. И мне, конечно, очень жаль, что этот принт со спины. Вот. Те, кто смотрели, были подписаны на мой инстаграм, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, знают, что я рассказывал прямо в прямом эфире, как я думаю покупать эту футболку. Я знаю, что это реплика, я не хочу её покупать, значит, это реплика, зачем мне поддерживать пиратов. Но потом я подумал, эта футболка сделает мне настроение, и я буду носить её, и надо сделать из этой футболки какой-то арт-объект. Я подумал, что бы сделал Джокер, если бы увидел такую футболку с собой. Но понял бы, что это реплика. Я подумал, что он бы взял бы стопудово свою красную помаду и зачеркнул бы Кристиан Диор. И я, что я сделал? Я купил баллончик с красной краской и вот так вот зачеркнул Кристиан Диор. Те, кто не знает об этом, на самом деле думают о том, что это так и было задумано, потому что выглядит достаточно стилёво, как оказалось по факту. Но на самом деле нет. Эта концепция была в том, что это зачеркнутое. Здесь вот тоже написано Диор, здесь я тоже это зачеркнул. Сейчас я переоденусь в эту майку. Будет у нас концептуальный эфир всё-таки. Да, это Харли Квинн не всякая, не тебе, не Харил Собач. Поэтому. Здесь, конечно, принта не видно. И вот я почему говорил, что было бы круто, если бы он был здесь. Но мы-то с вами знаем, что он с нами рядом. Маленькая ремарочка. Персонаж Харли Квинн, это, в общем, как говорится, я, ну, это абсолютная правда, я любил, в общем, был, значит, фанатом Харли Квинн до того, как это стало мейнстримом. А всё почему? Всё потому, что я обожал мультсериал «Бэтмен» The Animated Series. Я думаю, что те, кто смотрит это видео, знают об этом. Давайте посмотрим. Бэтмен The Animated Series «Харли Квинн». Это первый, один из самых культовых мультсериалов про Бэтмена. И именно сам персонаж Харли Квинн появился впервые именно в этом мультсериале. То есть, этот персонаж, который, вот это не оттуда. Этот персонаж, вот так вот там вот выглядели Харли и Айви. И вот такие были отношения Харли с Джокером. Рисовка невероятно, потрясающая рисовка. И я хочу сказать, что я обожаю этот сериал. Он, он, этот мультсериал является культовым. И когда я был маленьким, у нас его нигде не показывали. Я только видел какие-то рисуночки с, давайте посмотрим, какие бы могли... Какие рисуночки вы могли... Что ж такое-то? Какие рисунки я мог видеть? Вот, например, вот этот очень известный рисунок. Это уже арт какой-то. Уже арт. Вот так вот выглядел Бэтмен. Или вот эта вот культовая картинка. Я думаю, все ее наверняка видели. Вот эта молния. Вот это уже арт. Бэтмен, The Animated Series. И когда я был совсем мальчиком, по-моему, сериал вышел в 91-м году. Давайте посмотрим. Когда он вышел. Ту-ту-ту-ту-ту. В 92-м, да? Я увидел его, вероятнее всего, позже. Но суть в том, что однажды... Однажды, я не помню, как это произошло впервые, то ли... У меня есть две теории, я не могу быть уверен. Я склоняюсь больше к той, что... Значит, первая теория. В моем детстве продавались видеокассеты с фильмами. Вот таким вот переводом. Когда бы я договорился был перевод, и мужчина переводил в фильмы и мультики. Вот. И обычно бонусом... Вот ты покупаешь кассету с мультиком или с фильмом, и бонусом на этой кассете дополнительно записано еще что-нибудь. Например, какие-нибудь клипы музыкальные, или какой-нибудь мультик, или несколько серий какого-нибудь короткометражного мультсериала. Вот. И есть у меня подозрение, что я мог там увидеть фрагмент с Харли и Айви. А вторая теория, и она, мне кажется, более, более в этой ситуации более логичной. У меня было хобби. И я на своем телевизоре искал разные новые каналы, которые у нас, например, в стране не ловятся. Я, то есть, так вот брал, как радиоприемник в телевизоре крутил вот эту штучку, которая ищет на вот этой волне другие каналы. И находил какие-то вот прям очень шипучие вот эти вот такие вот... Ну вот, прорывался какой-то канал. У меня есть ощущение, что это был польский канал Полсад, который я мог... Он очень шипел, но там какая-то была картинка, и что-то можно было плюс-минус понять, услышать. Там еще обычно был какой-нибудь... Либо на английском языке был контент, либо с польским переводом, либо с польскими субтитрами. И, в общем, было достаточно сложно понять, или там, наоборот, с английскими субтитрами. В общем, было сложно понять, что там звучит, что там говорит, потому что все-таки на польском языке я не очень хорошо понимал. Но я прям помню этот момент, когда Харли и Айви как будто бы ехали на каком-то то ли машине, то ли у меня ощущение, что они ехали на каком-то мотоцикле вместе. И вот прям вот эта картинка зависла у меня в голове. А почему? Потому что я еще в детстве, когда узнал про существование персонажа Харли Квинн, подумал, что это просто гениальная маркетинговая задумка. То есть есть Джокер, такой прообраз клоуна, и у него появляется девушка, которая похожа на Орли Кина. Ну, то есть это тоже такая клоунская история про... Ну, то есть это гениальная идея, на мой взгляд, гениальная задумка. И сейчас я понимаю, что, ну, конечно же, конечно же, она не могла не стать популярной. И я так хочу сказать, что я ждал прямо того момента, когда наконец-то этот персонаж вот станет культовым, когда наконец-то о нем узнают массы, потому что очень странно, что его не знают, в него влюбятся все. И, конечно же, я счастлив, что в какой-то момент талантливая... Господи, почему вылетело имя из головы? Актриса, которая сыграла... Актриса, которая сыграла Харли Квинн. Ну, Марго Робби, господи, ну, конечно же, Марго Робби. Ну, это просто уже час ночи, поэтому такие дела. И благодаря невероятной игре Марго Робби, этот персонаж... Ну, и, конечно же, классный сценарист, благодаря вот этой фрагментарной роли в фильме «Отряд самоубийц» сам фильм получился достаточно спорным, но вот благодаря появлению Харли так эта история разрослась, и я безумно этому счастлив. Я, кстати говоря, потом позже узнал, что, оказывается, была уже до этого киношная, сериальная Харли. Был, ну, точнее, такой сериал телевизионный, сериал «Хищные птицы». «Харли Квинн». Но вот так там выглядела Харли, и я, честно говоря, не очень понравились вот эти фотографии, которые я увидел в интернете, и я решил не смотреть. Ну, да, что-то как-то мне, ну, как-то не соплознили меня эти фотки для того, чтобы посмотреть сериал. Может быть, я ошибаюсь, как говорится, там, не смотрел, но критикую, но тем не менее. В общем, Харли... Кстати говоря, хочу сразу сказать о том, что вот прям вангуйте следующий персонаж, который незаслуженно пока остался без внимания из вселенной DC, это Найтвинг. Это первый Робин, который был с Бэтменом, он вырос, у него изменились свои... У него были свои собственные взгляды на то, как нужно бороться с преступностью. Эти взгляды с Бэтменом у них постоянно различались, и в какой-то момент он уехал в другой город, и взял себе отдельный псевдоним, взял себе костюм. У него менялись прически, сначала у него была длинная... Когда был тренд на длинные волосы у мужчин, у него были длинные темные волосы, сейчас у него короткая стрижка. Давайте посмотрим, как выглядит Найтвинг. Найтвинг. Ну, вот так вот, да? Сейчас он, как персонаж, насколько я знаю в сериале, представленный по Юной Титану, я могу ошибаться, там, по-моему, должен был быть Робин, а не Найтвинг. Но, по-моему, там Найтвинг сейчас. Сериал плюс-минус популярный, но такую же популярность, как Харли в фильме «Отряд самоубийц» этот персонаж еще не обрел, и я вот прям ставлю на него. Я, когда был подростком, считал себя сначала Робином, а потом Найтвингом. Мы же всегда выбираем себе персонажей под какую-то ролевую модель, кем мы себя представляем в этом мире. Если так подумать, подумай о том, кто у тебя твой любимый персонаж, наверняка, если ты смотришь это видео, ты, наверное, Харли, то подумай о том, почему. Я для себя вижу то, что Харли – это приспешница, которая стала отдельным персонажем, отдельной единицей, построила свою собственную жизнь, не зависит в отдалении от Джокера, от Бэтмена и всех остальных, создала свою собственную вселенную. И я вижу в этом ролевую модель свою. Точно так же, как раньше это был Робин, который был помощником Бэтмена и стал отдельным персонажем. Если говорить о том, что для меня сейчас ближе всего, то это сам Бэтмен. Мне сейчас уже хочется создавать свою собственную... то есть, чтобы у меня были свои какая-то команда, свои единомышленники. То есть, не быть каким-то выросшим из кого-то, да, а стать уже самим собой и такую реализовывать уже новую социальную модель. Я хочу сказать о том, что... Харли – это не просто слова о том, что Харли – мой любимый персонаж. Я хочу вам показать, что кое-что, что я всегда нашу с собой в... Вот я сейчас переехал в Америку, да, и у меня в рюкзаке были с собой несколько вещей, которые я вот все эти несколько четыре последних месяца, переезжая из города в город, с собой носил, не расставаясь. И вот это... Year Compass – это... Это календарь, который я заполнил, календарь желаний на этот год, который я заполнил в декабре, на Новый год, 31 на 1 декабря, и здесь все желания, которые уже почти все сбылись, которые я загадывал на этот год. Я хочу в конце года прочитать вам этот календарь, и вы узнаете, что я загадывал и что сбылось. Это... Вот эта картина, ее я купил в... Мы ездили с моим бывшим парнем на мой день рождения в Вильнюс, и там просто заходили во всякие магазинчики, и просто какие-то мастерские, и зашли, вот не знали даже, куда мы заходим, зашли туда, там... Это была мастерская художника, и я купил себе на день рождения и сделал себе такой подарок, за 30 евро купил эту картину. Все мечтаю о своем доме, когда я наконец-то смогу повесить эту картину. Это будет вот то, что... Первое, что я внесу на свой Новый год. Это... Ноты. Это с надеждой о том, что я когда-то вернусь к занятиям по фортепиано и гитаре, и продолжу эти занятия. Здесь вот частично записаны ноты моих песен. И фото моей мамы. Вообще, это моя бабушка, но она меня вырастила, и я взял себе ее фамилию, 30 лет. Всегда ношу ее фотографию с собой. И это комиксы. Комикс про Харли Куин. В рисовке, кстати говоря, из... Бэтмен занимает и сериус. Вот это вот... Как это называется, господинка? Ну, в общем, потрясающе классная рисовка с приключениями Харли. У меня еще был большой комикс Mad Love. Я думаю, вы знаете, сумасшедшая любовь. Вот такой вот комикс Bad Girl. Но здесь вот есть тоже история про Харли и Айви. И тоже специальный новогодний выпуск с Бэтменом. Это все рисовка как из сериала Batman The Minute Serious. Давайте посмотрим. Я почему так много внимания уделяю? Потому что персонаж Харли Куин появился именно в этом сериале. Рисовка была невероятная. И сам мультсериал Харли Куин стал таким продолжением именно истории из Бэтас. Все следующие сериалы, которые выходили про Бэтмена, у них уже была другая рисовка. Вот каким-то таким небольшим продолжением стал Batman Beyond, Batman будущего. И там даже есть полнометражный мультфильм про возвращение Джокера в будущем. И есть история с Харли из прошлого. И именно вот эта самая рисовка продолжилась в сериале Харли Куин. это как будто бы продолжение вот этого самого любимого сериала моего. И более того, я хочу сказать, что в детстве у меня были... Если кто-то знает, поставьте лайк. Были фишки и наклейки с сериалом из Batman занимаются сериалом. Давайте посмотрим. Фишки фишки Batman шишки шишки да что ж такое? Так, вот. Вот эти самые фишки. Я прямо их собирал. Вот, кстати, Айли. Айли тогда выглядела немножко иначе. Вот и Харли, кстати, есть. Фотки фишки не очень хорошего качества. Фотки точнее. Ну, я вот прям вот эту с женщиной-кошкой я вот эту прям помню почему-то фишку. И вот эту, конечно же, я помню с Batman внизу справа. Слева вторая снизу. В общем, наклейки Batman давайте посмотрим. Наклейки Batman нет, не так. Журнал для нахлёв для вот я прям смотрю, у меня дрожь, потому что это мое детство, это прям мои воспоминания. Туда вот можно было прям вклеивать всех вот этих персонажей. Я вот так вот это выглядело. я прям просто обожал. У меня был этот альбом, я вклеивал эти наклейки и мечтал когда-нибудь посмотреть вот этот самый мультсериал, который у нас нигде не показывался. И когда уже начались вот эти торренты все, я, конечно, не призываю вас пользоваться всеми этими пиратскими историями, но тогда единственная возможность посмотреть эти мультики. Сейчас уже, слава богу, есть подписки и все это можно смотреть. Но тогда это было просто прикосновение к какому-то вот какой-то невероятной реликвии. Я снимал, записывал видео о том, как я заходил в магазин комиксов в Америке, в большой магазин комиксов и там я у меня прямо сейчас я говорю, у меня наворачиваются слезы, потому что я купил там несколько комиксов именно в рисовке вот тех самых из того самого сериала Batman The Animated Series. Вот, вот. Ну, то есть никакие другие именно вот эти самые комиксы на английском языке. Я не знаю, честно говоря, когда я их буду читать, но, кстати, вот здесь тоже есть Ivy. Блин. очень плохое, конечно, расплучатое качество, но... в общем, и вот такую вот целую книжку с продолжением приключений. Здесь тоже есть и Харли, и Bad Girl, и... и Nightwing. я... Слушайте, пока не забыл, сейчас мы, собственно, переступим уже к просмотру трейлера. Я хочу вас попросить поставить лайк этому видео, написать в комментариях о ваших чувствах, о ваших воспоминаниях, о том, что для вас Харли, какая, почему вы видите в себя ролевой модель именно этого персонажа, поделитесь, поделитесь, в общем, своими впечатлениями, и, кроме всего прочего, там есть мои соцсети, давайте дружить, оставаться на связи, я буду постоянно делать какие-то обзоры. я так скажу, когда я переехал в Америку, я... У меня изменилось немножко там мое восприятие сознания, я решил подписываться на то, чем я на самом деле интересуюсь. Я не знаю, как это объяснить, но вот только я переехал, я подумал, почему я не подписан на своих любимых актеров? Я раньше никогда на них не подписывался, потому что немножко себя ограничивал от какой-то лакшери жизни, я думал, что если я буду смотреть на лакшери жизни, я буду расстраиваться. Сейчас я приехал и подписался на всех своих любимых актеров, подписался на свои любимые. Я подумал, что если я подпишусь на DC, они будут меня отвлекать этими своими детскими комиксами, мне нужно решать серьезные взрослые дела, и я на них не подписывался. Сейчас я приехал и подписался на Харли, подписался на DC, подписался на Бэтмена, и хочу сказать сразу, что это парадоксально, это очень забавно, но вот на следующий день, после того, как я подписался на канал, вышел трейлер третьего сезона Харли Крон. Ну, как бы, я не буду в этом искать под какого-то подтекста, но это такая благодарность, да, мне самому, я сам, благодаря... Я узнал об этом одним из первых, к сожалению, обзор записываю одним из последних, но у меня есть... Было мной очень много дел, не было возможности записываться. Так вот, если кто-то не знает, то DC сделали серию комиксов в продолжении мультсериала между вторым и третьим сезоном. Значит, серия комиксов называется Харли Квин Бэнг и... ну, короче, Бэнг давайте наберем, так оно найдется. Вот с такой невероятной рисовкой. Смотрите, это обложка. Я не знаю, в курсе вы или нет, но вот там такая вот невероятная обложка. Там вышло 6 выпусков. Вот такое, такая это. Второй выпуск. Это у нас какой выпуск? Третий. Четвертый. Вот это третий выпуск. Невероятные обложки, невероятная рисовка. Вот это шестой выпуск. Вот давайте посмотрим, как там внутри, как это выглядит. Ну, просто потрясающе. Просто потрясающе. Я... Рисовка отличается от материала. Вы видите, какие прям... какие страсти. Так, это уже фан-арт. Фан-арт. И сейчас я вам даже больше хочу сказать, что на Амазоне, на Амазон, давайте посмотрим Амазон. Вот, я уже смотрел это раньше. Уже в предзаказе находится в плотной обложке все, видимо, 6 эпизодов вместе. В... будут с какими-то дополнительными материалами, как обычно это происходит. У меня, кстати, был комикс... Сейчас я покажу вам Mad Love. Bad Mad Love. Вот так это выглядело. У меня на русском он, правда, был. Это комикс о том, об истории появления Харли Куин. есть еще вот такая версия обложки. Я себе тоже купил плотные обложки, там были дополнительные материалы с историей создания, там вот такая... Сейчас я вам покажу какие-нибудь прикольные кадрики оттуда. Вот это Харлин Куинзейл, да, как она выглядела. Посмотрите, кто не знает эту серию, посмотрите, она была реализована в мультсериале и более того, эта серия комикс с этой историей награжден за одну из самых какой-то большой награды, за один из самых лучших сюжетов про... В общем, один из самых лучших комиксов. И я сейчас не буду там врать точно какие регалии, в общем, это не важно, это абсолютно классная классная история. и когда я зашел в магазин комиксов по второй раз, смотрите, что мне удалось купить. Те самые комиксы про Харлин. Я вам клянусь, у меня прям слезы, прям слезы навернулись, когда я это увидел. Пока удалось купить только четвертый, пятый, шестой выпуски. Вот. Но я, скорее всего, закажу на Амазон себе вот эту книжечку за 22 доллара со всеми выпусками вместе, не буду я бегать по магазинам и искать. А вот эти комиксы я разыграю между теми людьми, которые напишут самые лучшие комментарии под этим видео, самые интересные, расскажут свою историю про Харли, про сериал, про третий сезон, про себя, о чем угодно. И я эти комиксы вышли вам три этих комикса, вышли вам обладатель на трех лучших комментариев по почте. У меня слезы, они все в упаковочках, все прям, я все положу, вот один открыл, шестой выпуск, чтобы просто посмотреть, на него полюбоваться, понюхать эту бумагу. Вот реклам сети фильма Бэтмен. А сейчас давайте что-ли уже посмотрим трейлер, да, с с третьего сезона. Я, конечно же, конечно же, видел фрагменты, не выдержал, но очень хочется все-таки сделать полноценный просмотр уже и вместе с вами увидеть это самое. Так, я сделаю звук потише, потому что, чтобы не нарушать авторские права, да. вау. Ну, что сказать, я безумно рад видеть всех своих любимых персонажей, я обожаю первый сезон, в каждой серии происходило что-то новое, она вырастала над собой, становилась отдельным персонажем, как это с... я так благодарен этому мультсериалу, он прям произвел со мной целую психотерапевти... психотерапевтическую сессию, потому что я с каждой серией у меня точно такие же были вопросы с... с родителями, которые... которым полностью, в общем, все равно на меня, у меня точно так же были деструктивные отношения всозависимые, в которых меня... в которых меня подавляли, мне нужно было стать собой, и... второй сезон в этом смысле, конечно, у него немножко произошел такой небольшой спад эмоциональный, но концовка, конечно, сезона все... все мыслимые, немыслимые, сюжет, ну, как бы, в общем, ожидание сделало, ну, в общем, заставило, просто прям ощутить миллиард эмоций, и... конечно, сейчас, перед выходом третьего сезона, хочется все это пересмотреть, но я не смогу точно, нет, не будет времени на это, тем не менее, есть желание, и... я хочу сказать, что это один из тех сериалов, которые не просто какая-то детская херня, или там, просто как это тупо поржать, или просто для фанатов, это та история, которая, когда ты проживаешь какую-то терапию, в общем, когда полезный контент, это не какой-то квинтэссенция полезности и чего-то нового, да, то есть, и, короче, удовольствие и терапия два в одно, мне кажется, это идеальное сочетание, и более того, третий сезон, я, я, я очень сильно, мне кажется, это, во-первых, очень неожиданный саундтрек, я знаю, я не знаю, я знаю, что эту песню исполняет Every Lavin, но я не знаю, насколько это, ну, то есть, это всегда был ее трек, или это кавер, который она, в том числе, и сделала свою версию, я не знаю, надо узнать Bad Reputation, давайте посмотрим, ну, тут кедроха тоже такая есть песня, ну, ну, John, John Jett, есть, да, у меня было подозрение, что это, возможно, неоригинальная композиция Every Lavin, но я первый раз ее услышал именно в исполнении Every Lavin, поэтому сейчас у меня именно такие ассоциации с этим трейлером, тем более, что он тоже женский вокал, очень неожиданный выбор трека, и это прикольно, это очень прикольно. Что еще сказать можно про про трейлер, конечно же, увидеть любимых персонажей, было суперздорово, я не знаю, слышали вы или нет вот эту историю о том, что в этом сезоне Бэтмен должен был сделать, была должна была быть сцена, где Бэтмен делает кунилинг с женщиной и кошкой, но ее решили исключить, потому что для имиджа Бэтмена это слишком, слишком too much, вот. Это, кстати говоря, легальная официальная новость, которая, которая была, фрагмент этой информации был вырезан из интервью с одним из создателей мультсериала, который сказал о том, что они не будут этого делать, на эту тему появилось огромное количество всяких мемов, вот, и в трейлере я увидел, что эта сцена тоже присутствует, не сцена, а фрагмент взаимоотношений женщины-кошки с Бэтменом, поэтому это мило, у меня всегда такие, все-таки это взрослая история, поэтому это очень мило. Я сегодня, так как я подписался на канал Harley Quinn в инстаграм, я увидел сегодня прямой был эфир между руководителем канала, одним из, руководителем канала HBO с одним из создателей сериала Harley Quinn, я уж не знаю их имен, вот, но я послушал, они там рассказывали, во-первых, я практикую английский, таким образом понял, что что-то я понимаю, во-вторых, было интересно узнать о Кайтмане, человеке, господи, Кайтман, человек, почему у меня слова все вылетают сегодня? Воздушный змей, человек-воздушный змей, про него будет отдельный мультсериал, что интересно, возможно, там появятся и Харли, и Айви. Насколько я понял, их взаимоотношения, исходя из того, что я услышал сегодня в эфире, будут укрепляться, что они не будут ссориться, не будут расставаться, и создатели вообще думают о том, что они хотели бы, чтобы у них появились дети, и они заключили брак. Насколько я понимаю, брака в третьем сезоне не будет, вот, но, что еще там интересного? Конечно же, появление Джокера, он, было бы странно ожидать, что он просто уйдет в семейную жизнь, и не вернется в сериал, но, насколько я понял, в третьем сезоне его будет немного. Тоже, опять-таки, из интервью сегодняшнего, которое я услышал. Я с предвосхищением ожидаю того, что произойдет. Это будет 28-го, 27-го июля. 28-го, 28-го, да? Давайте посмотрим еще раз. 28-го, да. И было заявлено, что на Комиконе произойдет что-то, какой-то тоже, видимо, может быть, тизер или премьерная серия, я не знаю, что обычно показывают на Комиконе, но какой-то эксклюзив уже будет на Комиконе, который произойдет в июле. Я подумал о том, что, я же загуглил о том, что, где проходит Комикон, в Сан-Диего, а я нахожусь в Лос-Анджелесе в двух с половиной часах езды от Сан-Диего. Я подумал, ну, это же будет нелогично, если я пропущу это уникальное событие, Комикон, я хочу поехать, это же супер, прям гениально. И, что, давайте узнаем, правда, сколько стоит билетов к Комиконе. 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 Джулай 21-24. Это что-то не то. Попытый здесь не вертками Комиконе. Нет, вот Сан-Диего. Прямо на 4 дня есть, да? Что? вы видите, это тоже, да? 1200 долларов, 2600, 200, 1200, 1300, 1600, 2600. Так, давайте посмотрим на один день билеты. Что? 1190, 1190, 700. 1200. Это, это так бывает? Билеты на фестиваль могут стоить 1200 долларов. Блин, я думал, они будут стоить долларов, 17, 30, вход. в смысле, 700, минимум, долларов. В общем, разочарование, если честно, я бы хотел сходить на Комикон. Надо теперь подумать, как, может, конкурс какой-нибудь есть, я не знаю, очень хотелось бы сходить на Комикон. На этой дозе не хочется завершать это видео. В общем, ребят, покидайте, давайте вот такой вот у нас будет конкурс, я разыграю Комиксы среди тех людей, которые придумают, расскажут, как мне вот попасть. Я нахожусь в Лос-Анджелесе, в двух с половиной часах езды, от Сан-Диего. Не мешает мне туда попасть ничего, ничего не мешает попасть с 21 по 24 июля я могу там находиться, я хочу там находиться. Как мне туда попасть? Я с удовольствием сделаю обзор этого видео и этого фестиваля. И расскажу вам, как там происходит все. Для этого туда надо попасть. Давайте пишите комменты, как мне туда попасть. и лучший из вас получит эти комиксы от меня в подарочек. Все. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. Это были прекрасные минуты с вами. Я обожаю персонаж Харли Квин. Надеюсь, пишите еще о чем вы хотите, какой обзор на что хотите сделать. Обязательно сделаю. Обнимаю. И на связи. На связи. Это была вселенная Сергея Ульянова. Харли Квинн, Бэтмен, Найзеннг и все-все-все. И поезда наяви. Субтитры сделал DimaTorzok